Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня вторник, 17 мая. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Иоанна, глава 6, стихи с 27 по 33. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьяка на Святотроицкой Александра Невской лавры отца Александра. Речи Господь, ко пришедшим к Нему Иудеям, делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный, ежесын человеческий вам даст, сегоба Отец знамена Бога. Речи же к Нему, что сотворим, да делаем дела Божия, отвещая Иисус и речевим, сеясь дела Божия, да веруйте в того Его же посла Он. Речи же Ему, кое оба ты творишь и знамение, да видим и веру имем Тебе, что делаешь и. Отцы наши, я душу манну в пустыне, як уже есть писано, хлеб с небесе даде им ясти. Рече убоим Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, не мы сей даде вам хлеб с небесе, но Отец мой дает вам хлеб истинный с небесе. Хлеб Бо Божий есть, сходяй с небесе, и даяй живот миру. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божие?» И Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали Ему, «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь?» Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, «Хлеб с неба дал им есть». И Иисус же сказал им, «Истина, истина говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Продолжая свою речь к иудеям, Спаситель призывает их думать не о тленной пище, которой стремится насытиться незнающий Бога человек, но о той, которая пребывает вечно и служит для духовного насыщения. Византийский богослов Ефимий Зигабен отмечает, «Он не запретил заботиться о пище телесной, которая необходима, но предпочел заботу о духовной, которая еще более необходима, и увещевал считать заботу о пище духовной самой существенной, а заботу о пище телесной – как бы второстепенной». Иудеи же были уверены в том, что человек, который ведет добродетельный образ жизни, может заслужить благосклонность Бога. Поэтому, ожидая услышать от Спасителя перечень того, что полагается делать, спросили, «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Из этих слов становится понятно, что спрашивающие никак не могли осознать того главного, ради чего Христос пришел в мир, а потому спрашивали о том, что не имеет прямого отношения к Царству Божиему. Александр Павлович Лопухин пишет, «В ответ на это Христос говорит им, что для этого необходимо только одно дело – вера во Христа, как посланного от Бога раздателя небесных благ. Они должны всецело предать сердца свои Христу, отказавшись от греховных пожеланий, от своих эгоистических стремлений и подчинившись откровенной во Христе воле Божьей». На это сказали ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?» И действительно, иудеям было недостаточно чудес. Им хотелось большего, потому что они ожидали от Мессии исполнения своих земных желаний. Архиепископа Верки Таушев замечает, «Вот доказательство того, насколько ненадежна вера, основанная лишь на чудесах. Она требует все больших и больших чудес. И иудеи уже не довольствуются тем, что Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами, а требуют большего чуда, что-нибудь вроде манны небесной, посланной им во время сорокалетнего странствия по пустыне». И действительно, иудеи все еще думали о насыщении толпы, и их мысли неизбежно обращались к мане небесной в пустыне. На манну небесную они всегда смотрели, как на хлеб Божий, и раввины твердо верили, что когда явится Мессия, он снова накормит людей манной. Насыщение Израиля манной считалось величайшим делом Моисея, а Мессия должен был превзойти Моисея. Христос же прямо избегал всяческих доказательств своего мессианского достоинства. Он хотел, чтобы иудеи видели в нем основателя духовного небесного царства и подателя вечной жизни. А потому Господь отвечает им, «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Блаженный Феофилак поясняет, что этими словами Спаситель хотел сказать, «Не Моисей дал вам хлеб сей, то есть Моисей не дал вам хлеба истинного, но все бывшее тогда служило образом того, что совершается ныне». Так Моисей представлял образ Бога, истинного вождя мысленных израильтян. А хлеб он и прообразовал меня, который сшел с небес, который истинно питает и истинно существует. Как хлеб земной поддерживает слабое естество плоти и не попускает разлагаться, так и Христос действием Духа оживляет душу, да и самое тело поддерживает в нетлении. Ибо Христом даровано естеству человеческому восстание из мертвых и нетление тел». Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что Христос является хлебом, питающим душу и дающим жизнь миру. Только Спасителю дана полнота власти в деле соединения Бога и человека, а потому человек не может обойтись без духовной пищи, дающей вечную жизнь, то есть без самого Христа. Вкусить же этой духовной пищи сподобляются все те, кого Господь питает своим причистым телом и кровью. Таким образом, Спаситель не просто открывает уверовавшим возможность пребывать в присутствии Бога, но и дарует соединение с Ним в Таинстве Евхаристии, а значит, открывает двери Царствия Небесного для каждого, кто ищет Его и желает туда войти. Помогай нам в этом, воскресший Господь!